В эфире Бьюти Тайм, всем здравствуйте! Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Настало время в нашем городе не просто восхищаться или вдохновляться дизайнерской одеждой, но и покупать ее. Это поняли и организаторы первого в Челябинске фэшн-маркета под аббревиатурой ФИБ. ФИБ расшифровывается как Fashion Inspired by Beauty – мода, вдохновленная красотой. Для меня было на самом деле открытием, что у нас огромное количество талантливых ребят, девчат, которые шьют, которые делают что-то своими руками, создают. И создают это в таких масштабах, что они продаются за границей отлично, по всей России. Это очень удивляет и я очень рада, что в нашем городе, все говорят, что у нас промышленный город, но на самом деле у нас очень много талантливых ребят. До самого интересного еще пару недель, а сегодня организаторы решили угостить будущих участников красивой едой и вкусным показом. Причем вкусным в буквальном смысле. Мы решили сделать такой день отдыха, убрать какую-то серьезность и напыщенность и сделать такой праздник, приуроченный к моде. Так как это наши партнеры ресторан «Санчес», то пришла такая идея, как сделать показ вкусным, показать, что еда и одежда, они могут быть совместимы. В принципе, рестораны, бизнес, может быть, клубные – это, наверное, та сфера, куда, может быть, люди хотят выходить красивыми, в свет, быть стильными, чтобы их замечали. И лозунг нашего вечера, мероприятия – это вкусно, красиво и стильно. Красиво и стильно – это наши гости. И вкусно и красиво – наша еда. Также ФИП познакомит Челябинск с большим количеством стилистов, которые предотвратят эмоциональные покупки и подберут функциональный имидж продуманной вещи. На самом деле у нас в городе очень много мероприятий уже, которые направлены на то, что показывают городу, на самом деле, да, тоже каких-то дизайнеров. Но дизайнеров мелких, да, грубо говоря. Те, кто может мастерить что-то дома, что-то делает. Хендмейт. У нас немножко другой уровень, у нас уровень повыше. Мои ожидания оправдались. Я буду участвовать в этом показе, буду выставлять свои кулоны. Девушка проходила в моих кулонах, мне очень понравилось, да. И девчонки, и одежда очень все красивая. Обязательно. У меня все знакомые идут, обязательно все придут. Да, здоровское мероприятие, душевное, несмотря на погоду на улице. И на самом деле я уже для себя присмотрела варианты, которые бы я хотела. Пример, одежда, себе. Так что вот. Все впереди, я думаю, обязательно воспользуемся услугами стилиста, чтобы наш образ был более такой лаконичный, модный. Проект, вдохновленный красотой. Звучит многообещающе, но вместе с тем хочется надеяться, что подиумы не упразднятся. А подобного рода маркеты станут дополнительной возможностью непосредственного общения дизайнеров с их поклонниками. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. На подиуме парада моды на Кировке в этом году показали 12 коллекций, которые представили более 100 моделей от 4 до 55 лет. Темой дефиле стал кинематограф. Тема этого парада мы выбрали тема кино. Либо постановка была на музыку из фильма, либо сюжет выбрали из кинофильмов. Для многих очень зрителей были узнаваемые фильмы для разных поколений. Ну, а новая – это всегда сама мода. Каждый год мы показываем новые коллекции. Эти коллекции получены в конце августа. Креативная подача коллекций вовлекла в процесс даже людей, далеких от моды. К дыму, снегу и другим спецэффектам присоединился дождь, хоть он и не был заявлен в сценарии. Сегодня был один из самых экстремальных показов в жизни. Мы выходили в дождь, но нам еще повезло, девчонок там больше помочило. И в нижнем белье в сентябре в дождь в Челябинске. Дом моды «Фортуна» представила комплекты в привычном для себя жанре – фэмили-лук. Сегодня мы выступаем в дом моды «Фортуна». Выступаем с фэшн-показом коллекции «Фэмили-лук». Это семейная мода, семейный показ. И нам очень нравится, что сейчас все больше и больше идет тенденция именно одеваться красиво полностью семьей. Бабушка, допустим, мама с папой, дети. То есть, представляете, три поколения, которые задействованы в этом фэшн-проекте «Фэмили-лук». Когда выходишь в семью, это вообще такая поддержка, потому что «Фэмили-лук» – это вообще такой уникальный семейный стиль, который подчеркивает или даже олицетворяет единство, гармоничность, сплоченность семьи. И в данном случае дети, наоборот, не мешают, они помогают. В последнее время достаточно много различных показов, но этот отличается именно тем, что он объединяет, показывает свои семейные традиции. И мне кажется, каждая семья должна иметь какую-то коллекцию. Даже не то, что должна. Если в каждой семье есть какая-то коллекция, объединяющая всех, то это и классно, и здорово, и весело, и интересно. Шубы и нижнее белье, семейный, деловой и спортивный гардероб, и даже современная спецодежда – все это наполнилось стильными эмоциями как зрителей, так и участников парада. После увиденного возникает желание не только пополнять гардероб, но и пересмотреть знакомые фильмы. ФИП – масштабное фэшн-событие осени. Маркет дизайнерской одежды и аксессуаров. Живое общение с авторами модных коллекций. Мастер-классы ведущих стилистов города. Бьюти-рум – макияж и укладка всем желающим. Для детей организована игровая площадка. 2 октября – гранд-отель «Витгоф». Подробности на сайте fib74.com. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Мамма-пластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа «Тайвай». Российская 206. Телефон 223-23-20. До 30 сентября при покупке от 3000 рублей скидка на следующий массаж 50%. Какими бы ни были вкусы и отношения к моде, в современном мире есть и объективные признаки актуального внешнего вида, в их числе и здоровая улыбка. Об эстетических мероприятиях в практике стоматологов в продолжении выпуска. На протяжении веков белоснежная улыбка была символом здоровья и благополучия. Ничего не поменялось и в наши дни. Только вот технологии отбеливания стали безопасными и более эффективными. Что сегодня применяют в современных клиниках, как часто нужно проводить эту процедуру, какие существуют ограничения и противопоказания, На эти и другие часто задаваемые вопросы отвечает врач-парадонтолог высшей категории, селебренный призер Всероссийского чемпионата по эстетической стоматологии 2016 года Анастасия Парфенова. Скажите, пожалуйста, делали ли вам когда-нибудь раньше отбеливание? Отбеливание ни разу не делала, но всегда хотела попробовать, потому что есть разные виды, интересно, какой вид именно мне подойдет. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были у стоматолога? Комплекс гигиены я делала последний раз два месяца назад. Скажите, пожалуйста, Яна Юрьевна, с какой частотой вы делаете комплекс гигиены? Ну, стараюсь, конечно, каждую полгода, но бывает и реже. А есть ли у вас при приеме кислой пищи или холодного, горячего повышенная чувствительность зубов? Бывает. Бывает иногда, да? Но это не часто? Не часто. Первый шаг на пути к улыбке своей мечты – это осмотр и процедура профессиональной гигиены. Это необходимо для того, чтобы провести отбеливание более качественно и в индивидуальном порядке узнать о показаниях и противопоказаниях. Существуют общие противопоказания, абсолютные и относительные противопоказания. Относительные противопоказания – это факторы, которые временные, и они решаются определенным образом. И это значит, что через какое-то время можно будет проводить процедуру отбеливания. К ним относятся беременность и грудное вскармливание, к ним относятся возраст пациента. То есть не рекомендуется делать отбеливание до 18, а в некоторых ситуациях до 20 лет. И затем сюда же относится ортодентическое лечение. И затем относятся воспалительные заболевания иллюзин. То есть этот вопрос решается. То же самое касается повышенной чувствительности зубов. Этот вопрос решается. И наличие кариозных полостей. То есть проводится лечение. В случае отбеливания чаще всего она проводится в два этапа. То есть сначала останавливается временный пломбировочный материал. А затем после процедуры отбеливания уже постоянный пломбировочный материал. Для того, чтобы цвет зубов и цвет пломбировочного материала не отличался. Поскольку манипуляции, связанные с зубами, вряд ли у кого относятся к числу любимых, возникает резонный вопрос, больно ли проводить отбеливание. Чаще всего это процедура безболезненная. Бывает, что развивается у некоторых пациентов чувствительность зубов, но она держится один день. В день отбеливания на второй день она полностью проходит. Если происходит развитие этих симптомов, то доктор делает определенные назначения для того, чтобы снизить эту реакцию и застабилизировать ситуацию полости рта. И, в общем-то, ничего страшного в этом. Участники Всероссийского чемпионата по отбеливанию, в котором Анастасия Пархенова стала серебряным призером, работали с новой системой под названием КЛОКС, где используется специальный гель на основе перекиси водорода, активация которого происходит при попадании световых лучей, излучаемых фотополимерной лампой. В первый день, когда была конференция, первый день мы систему-то и увидели, собственно, КЛОКС. То есть нам привезли и показали на ней мастер-класс. А на вторые сутки мы уже должны были ее применить на практике. То есть для всех это было в новинку. Никто из докторов раньше на этой системе не работал. Если касается моего личного опыта, то я делала себе отбеливание, я делала его несколько раз. Это были разные системы. В среднем, я думаю, что сейчас я буду придерживаться графика один раз в год, потому что мне тоже нравятся результаты, мне бы хотелось его поддерживать. Я думаю, что в этот раз я попробую именно систему КЛОКС. Мне интересно, потому что я пробовала до этого лазерное отбеливание, и систему ГОКС. Результаты были очень хорошие, но вот из любопытства я бы хотела новую систему оттестировать на себе. Хоть отбеливание – это чисто эстетическая процедура, но без предварительной подготовки и консультации специалистов в клиниках ее не проводят. Конечно, это занимает определенное время, но и эффективный результат того стоит. В этот период времени, когда мы уже окончательно перешли в сезон холодов, стилисты рекомендуют провести разбор гардероба, чтобы убрать все вещи, несоответствующие сезону, настроению и, возможно, даже фигуре, которая могла за это время измениться. И вот только после такой ревизии стоит отправляться за обновками. А вот и несколько идей из последних коллекций. Формируя актуальную палитру сезона, аналитики, как правило, предлагают несколько оттенков каждого из базовых цветов. Спектр красного этой осенью представлен не только в традиционных осенних красках, но и в довольно привычных пастельных тонах. Мягкий вариант лилового прекрасно сочетается с серым. Огромное значение в современной моде играет фактура. На мягкой замше, а также визуально теплых хорсовых тканей этот лиловый цвет становится еще более нежным. Этот оттенок в каком-то смысле универсальный, поскольку он может участвовать и повседневной, и деловой, и вечерней, и спортивной одежде. Конечно, лучше, если фиалковый будет в качестве дополняющего оттенка, а не основного. Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика, правильное питание, аппаратная и инъекционная косметология лица и тела, фитнес, тренажеры, танцевальные программы, позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. Инновационная система бережного отбеливания «Клокс». Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Образовательный центр «Чудо-чадо» открывает детский эстрадный театр. Занятия эстрадным вокалом, хореографией, сценическим движением и актерским мастерством. Запись видеоклипов, участие в конкурсах и концертах. Подробности по телефону 215-26-05, а также в группе ВКонтакте. Лариса Ринар снова в Челябинске. Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК «Фокус». А 2 ноября ждем вас на мастер-класс «Круг женской силы. Перезагрузка». Подробности по телефону 8 912 807 400 и 8 912 79 17 555. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok «Бьюти Тайм» «Бьюти Тайм» «Бьюти Тайм» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова